11 незаконно возведенных в Костроме объектов в скором времени будут снесены. Соответствующие судебные решения находятся в исполнительном производстве службы судебных приставов. По поручению губернатора Сергея Ситникова, строительные объекты региона взяты под тщательный контроль. Подробный анализ ситуации в строительной отрасли сегодня был представлен на оперативном совещании в администрации региона. В квартире номер 10 в 62-м доме на Свердлово темно, несмотря на то, что на улице яркое солнце. Хозяйка Лилиана Иванова признается, при покупке жилья специально выбирали этаж повыше, чтобы было больше света. Однако расчет в итоге оказался неверным. Очень скоро по соседству выросла шестиэтажка, которая и закрыла дом от солнечных лучей. Темно, на кухне я включаю всегда свет, когда готовлю. Летний день, не говоря уже о зимних днях, а в квартире темнота, я включаю свет. Потом, мы думаем, когда объедут сюда жильцы, они будут выходить и на балкон, и смотреть в окна. Мы заказали везде жалюзи на окна. Нам надо будет как-то еще больше закрываться от них, потому что это недопустимо, как-то столько, такое расстояние маленькое. Расстояние между домами – несколько метров. Сейчас в 64-м доме вовсю идут ремонтные работы. Выходя на балкон, жильцы 62-го слышат не только звук строительных инструментов, но и разговоры рабочих. Не в силах терпеть ситуацию, люди обратились с иском в суд. Когда в деле начали разбираться, выяснилось, что разрешение на строительство застройщику выдали в госэкспертизе. Он получил дополнительное согласование по этажности фасада жилого дома и принес в экспертизу. По площадкам, значит, он тоже порешал вопросы. По детским площадкам он организовал площадки, на что имеется также согласование управляющей компанией. Он даже получил согласование у застройщика дома номер 62. Видите, как у нас тут никаких нет оснований для того, чтобы ему выдать отрицательное заключение. Как случилось, что застройщик получил комплект разрешений на здание, которое фактически препятствует жизни людей, выясняет суд. Госэкспертиза со своей стороны вины не отрицает. Заключение выдавалось исключительно на основании анализа документов. На само место застройки никто не выезжал. Эти подробности вскрылись в результате рейда, проведенного губернатором в конце апреля. В отношении лиц, допустивших несоблюдение градостроительных норм, применены меры дисциплинарного воздействия. Один человек уволен. Радикальные меры приняты в отношении застройщика дома номер 14 по улице Пантусовской. Возведение планируемого здесь объекта приостановлено. Земельный участок неотведенной площадки освобожден от строительных материалов. Задача городской администрации – обязать застройщика привезти объект в тот вид, на который выдавалось разрешение. Иначе ему будет грозить снос. В производстве судебных приставов области находится 14 таких дел. Три из них уже исполнено. Губернатор Сергей Ситников потребовал от городских властей продолжить работу по выявлению нарушений и наказанию виновных. В ближайшее время в Костроме будет создана муниципальная инспекция. В обязанность ее сотрудников будет вменен в том числе и строительный надзор. Ольга Князева, Ольга Аритова, Евгений Барашков, Сергей Перминов. Телекомпания РУС.